Добрый день! Меня зовут Наталья Сухолид. С вами ТОП-100 современных украинских художников. Сегодня в студии Антон Логов. Добрый день, Антон! Антон, вы работаете в очень интересном, малоизученном и, если честно говорить, совершенно нелюбимом в публике направлении, которое называется «Контемпорари арт». Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы пришли к этому. Я бы сказал, что это не малоизученный такой жанр или вид, я не знаю. Для всех он как-то по-разному звучит, все по-разному понимают его. Начиная заниматься искусством, я не думал, что я занимаюсь отдельно контемпорари арт, либо каким-то классическим искусством, либо это импрессионизм, либо что-то еще. То есть была школа, была какая-то подготовка, был какой-то старт, который со временем я развился в какое-то более-менее мне интересное направление. И я считаю, что я занимаюсь более даже каким-то там новой абстракцией, если так назвать, которая, в принципе, не всегда попадает даже в какой-то контемпорари арт сегодняшний. Ну, вы пытаетесь в своих объектах вводить элементы контемпорари, все-таки. Элементы, я не говорю, что в чистом виде у вас контемпорари, вы правильно себя обозначили, тем не менее, поступательное движение в этом направлении у вас присутствует. Либо же это просто совпало, а вы делаете то, что вы хотите, и уж вас там записывают в контемпоральные проекты, не записывают, это не так важно. Ну да, то есть я делаю, может быть, если так назвать, концептуальные какие-то вещи, ну или хотя бы там есть попытка сделать их. То есть это касается, может быть, каких-то последних объектов, которыми я начал заниматься в этом году. То есть это какие-то инсталляции, объекты, то есть пространственные вещи, которые исполнены с точки зрения, может быть, даже новой живописи, но без живописи. То есть это цветные, окрашенные какие-то там доски, которые представляют новую попытку живописи в пространстве. Вот ваш новый проект Татлин и новый Татлин. Вот расскажите зрителю об этом более подробно, потому что все, что увидит зритель, это будут просто какие-то объекты интересные, сложные. Но что за этим стоит, ваше видение, каждый будет думать, что захочет, и это будет не всегда правильно. Вот прокомментируйте эти проекты. Да, то есть вот начнем с Татлина, пришла идея сделать пространственный объект, и хотелось это развить именно из опыта живописи моего. И у меня вот как-то в мастерской, я сидя в мастерской, я так наблюдаю, там у меня несколько подрамников стояло буквально, то есть они как-то там пересекались друг с другом, там были сложены в углу. То есть интересная какая-то композиция такая, которую я бы хотел представить именно в пространстве. И Павел Владимиров мне как раз предоставил возможность, он говорит, вот есть место на террасе, можешь там что-то задумать. Я ему предложил такую идею, как бы вместе обговоря, мы пришли к тому, что вот почему бы не назвать проект Татлин. Потому что именно в своем рассказе я как бы апеллировал именно ссылками на Владимира Татлина, который вот, ну как бы временно был забыт в какой-то период, может быть, советский, постсоветский какой-то немного. Сейчас он возвращается, хотя в мире его тоже понемногу узнают уже. Но тем не менее мне интересна была сама форма выражения его. И по ассоциациям, по каким-то ссылкам мы назвали Татлин, хотя форма совершенно новая, то есть это сложенные подрамники в ряд на террасе и покрашенные в яркий один цвет, желтый, то есть все. И другая группа была составлена из черных планок. То есть это какие-то две формы, которые вот где-то диссонировали, где-то перекликались по каким-то моментам. Но тем не менее, то есть было какое-то такое сопоставление, как, грубо говоря, там свет, ночь, ну то есть день, ночь, вот какие-то позитив, негатив по цветам. То есть это очень абстрактные понятия, не хотелось именно привязывать к какому-то социальному подтексту, потому что это все-таки пространственная вещь, которая работала именно в соотношении с террасой, с самими какими-то вещами садово-парковой культуры. То есть это чисто визуальная вещь, на которую нужно смотреть, и она у тебя должна что-то вызывать, какие-то эмоции. Что дает вам работа с формой, с пластикой формы, вам как художнику? Да, мне интересна форма как сама природа, то есть сама природа и есть форма уже. То есть ты смотришь на камень, он имеет свою форму, ты смотришь на стол, хотя он вышел тоже из природы, из дерева какого-то, но он сложен в какую-то форму. То есть форма есть сама жизнь, то есть человек — это форма сама по себе уже. То есть мне хочется создавать какие-то вот эти формы, которые произошли от природы, грубо говоря. Объекты из этого проекта, и, наверное, не только из этого, вы видите где-то в городской среде, в ландшафте? Возможно, да. То есть я даже подал заявку, честно говоря, на скульптурный проект современный, который организовывает КДГРОП в этом году, интересно будет, как, если получится, то что-то сделать именно в БОДСАДУ даже, то есть он будет проходить. И, возможно, если там появится такая, ну, как бы, если появится возможность, то можно будет сделать такой вот этот. Абстрактные формы в городе я лично очень приветствую. Они не грузят, они не перегружают и без того загруженное пространство города. И действительно легки, действительно эстетичны, действительно привлекательны. А вот скажите, как вы относитесь к тому, когда устанавливаются сложные, идеологически нагруженные монументы, которые потом воздвигаются и свергаются? Вот эта вся тусня, ну, собственно, она имеет отношение к искусству? Или это все-таки чисто политический момент? Ну, я бы не говорил так именно как-то радикально. То есть всякий предмет, который создан художником, он отчасти уже является искусством, я считаю. То есть время, оно, конечно, показывает, что являлось больше политикой или искусством. То есть оно определяется и людьми, и для чего ставится памятник. Для людей, если чисто говорить о памятнике, то есть и человек, он определяет, что для него важно. То есть он смотрит на него как на форму искусства, либо он поклоняется форме политической. Но создавая какие-то вещи свои, я бы, конечно, не хотел как-то привязывать сугубо к политике, потому что это для меня, честно говоря, очень далеко. Я как-то увидела одну вашу работу, она называлась «Поленов». Более того, меня удивил момент, что эта работа была создана после того, как вы вернулись из путешествия по России. Эта работа являла собой, ну, скажем так, не пленарную живопись, а, ну, скажем так, две милые дощечки, прибитые рядом. Честно говоря, подобный ход меня весьма порадовал. Почему? Как бы, ну, как бы, эта работа выступила этакой, как для меня, квинтэссенцией плохого пленера. Да, когда действительно человек, выезжая на пленер, создает абсолютно дубовые, кондовые вещи, и даже этого не понимает. Ну, я права или нет? Или все-таки у вас были другие мысли? Ну, не знаю, я, то есть, это, опять же, это какой-то ход. И что касается пленера, то есть, мне кажется, нужно его тоже пересматривать, как такую форму художественную, потому что пленер, он тоже такое классическое понятие, которое состоялось, и оно определено было импрессионистами, какими-то классическими вещами, которые вот писались напрямую, там, передвижниками, теми же, там, в России, там, полено, плеветанты, то есть, это какие-то такие классические, реальные вещи, которые вот уже в учебниках. Но я считаю, что нужно пересматривать их в свое отношение к этому. И в современной ситуации, я считаю, художник может самовыражаться как угодно. То есть, и другое дело, поймет, не поймет зритель, тут уже, то есть, либо он рассчитывает на понимание каждого, либо он рассчитывает на то, чтобы поняли, там, 5-10 человек, но этого ему будет достаточно, самому автору. А вы очень зависите от зрителя? Или это для вас не столь важный момент? Нет, я думаю, что, в принципе, все художники, они зависят от зрителя. Потому что, либо это уже сугубо такой, какой-то акт непонятный, который создается сугубо для себя как-то, это уже слишком цинично как-то. Потому что накапливать у себя в мастерской какие-то работы и складывать, и никому не показывать их, потому что это очень странно. Но делая серую работу, ты все равно как бы рассчитываешь на то, чтобы хотя бы один-два человека их увидят и те что-то скажут, как бы оценят им. Вот, но мне важна оценка, честно говоря, вот, и не массовая, но какого-то зрителя я как бы для себя определяю. То есть он уже существует. То есть какой-то зритель для вас важен, его мнение, видение, вы цените этого зрителя, а какой-то нет. Ну, и подумаешь, там, мало ли кто посмотрел. В принципе, да, так оно и происходит. То есть я решаю какие-то свои задачи, и вот для меня важно, если я что-то, к чему-то подошел, вот сделал, то есть перешагнул какую-то черту, то есть и пошел дальше. Вот это моя стратегия такая, вот. А зритель, он уже, если он несколько подготовлен, он понимает какие-то вещи. Это очень важно, если он подготовлен. Потому что нужно ознакомиться с искусством, изучать и как бы готовить себя к искусству даже. Если мы говорим о том, что пленерная живопись – это прошлый век, XIX век, Антон, об этом не секрет, говорят очень многие, то абстрактная живопись, в которой работаете вы, извините, она тоже попахивает нафталином немножко? В принципе, да, то же самое. То есть это уже классифицировано такое понятие, как абстракция, которое уже существует в истории искусств. И многие тоже говорят, что действительно пройден этап, и нужно что-то делать новое. То есть для меня интересна вот эта вот среда сама, то есть форма выражения вот эта. То есть поэтому я, если меня спрашивают, я говорю, что да, я занимаюсь попыткой новой абстракции. У вас сегодня в работе такой проект? В работе проект, да, то есть у меня вообще всегда проект. Я всегда что-то делаю в мастерской, как бы, и именно в этом направлении. Все знают, что Антон Логов – это художник «Я галереи». С вами непосредственно работает Павел Гудимов. И к его чести, я, кстати, отношусь к этому человеку с огромным удовольствием, потому что он поддержал группу молодых художников. как бы вы можете работать и развиваться так, как вы того хотите и как вы видите себя. Ну да, то есть есть какое-то поле свободы, в котором ты как бы варишься, ты что-то делаешь, и потом ты можешь это выставить, то есть показать в «Я галереи». История вашего знакомства была несколько замечательной. Да, это удивительно. Как бы можно сказать, что случайно, не случайно. То есть тут как бы понимаешь, что действительно не случайно, потому что такие случаи, они бывают, наверное, один раз в жизни, потому что я буквально вот поехал первый раз в Европу, и там в автобусе я встретил там Павла Гудимова, в частности, и Игоря Яновича, художника такого, с которым я был, жил в номере в одном. Вот, и после этого как бы завязались общения, вот мы там посещали выставки на Биенале. В вашей жизни был еще один человек, ваш педагог, который сыграл, на мой взгляд, решающую роль. Расскажите об этом случае. Да, интересный случай такой был, можно сказать, еще я учился в школе, то есть мне захотелось рисовать в буквальном смысле, и я начал копировать какие-то вещи, рисовать, то есть был период именно летний такой, когда я накопил материал, там в папочке у меня было все сложено. Я пришел в студию, художественную студию в своем городе, и показал эти работы человеку. Это Анатолий Асачи есть такой, вот он преподает в городе Раздельное, вот до сих пор буквально ведет эту художественную студию. И он в первый же день знакомства определил мою дальнейшую судьбу на 5-10 лет вперед, потому что он сказал, что есть способности, которые вот я вижу, именно в дальнейшем ты можешь развить, поступив в училище художественное в Одессе и в дальнейшем в Академию. То есть оно так и произошло в Киеве, в Академии. А что было с Одессой? А с Одессой там интересный тоже, да, момент, что я, в принципе-то, я не поступил. Я помню, как раз первый год приехал, говорю, что я вот как раз не поступил. Он говорит, да, вот странно, что вот как-то так произошло. То есть у него какое-то было отчасти даже предвидение какое-то. То есть он, ну, он там немножко какими-то вещами такими интересуется, как перемещение в пространство. Может для кого-то это как странно, там, ну, какие-то такие вот способности на расстоянии, там, что он просматривает такое, у него существует есть такое. А вот он говорит, странно, что да, такое не произошло. И вот через месяц буквально я получаю там телеграммку, которая говорит, что вы зачислены всё-таки в училище, там, что предоставили ещё одно свободное место. То есть какое-то попадание произошло такое. То есть это было у него не понимание, а просто конкретное видение? То есть он конкретно понимал, что это должно быть. Вот, и оно произошло. Ну, возможно, это какая-то вера, действительно какая-то просто вера была в меня. А может быть, он просто разглядел ваш талант? Да, возможно, да, может быть так. И понял, что, наверное, с такими способностями всё-таки нужно идти дальше. И просто был уверен в том, что в жизни существует справедливость, скажем так. Да, 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 возможно. Но вот важно, что в судьбе, наверное, художника, там, не знаю, музыканта, кого-то ещё, наверное, должны быть такие люди, которые вот именно своей верой, вот они, веря в тебя, то есть они помогают этому человеку. Ну, важно было то, что он убедил ваших родителей. Да, да, и родителей, конечно же, да. То есть он убедил, и в первую очередь, и меня тоже, потому что у меня был интерес всего лишь. А в том периоде жизни, то есть сложно что-то сказать со стороны, там, глядя на себя, там, или что-то определить вперёд, какие-то вещи. То есть у него был опыт, который, в частности, с ним был связан, потому что он немножко рассказывая о себе, он говорит, что я сожалею, что я поздно начал этим заниматься. И он как раз вот направил именно в тот момент нужный, когда вот я успел именно в том начальном этапе ещё захватить, когда человек хорошо впитывает в себя какие-то вещи, там, да, вот в 14-15 лет он ещё способен учиться чему-то. Ну, Антон, Майоль начал залепить вообще в 40 лет. Да, да, да. Он стартанул с нуля, и как бы в то время, причём это же нужно было изучить, скажем, натуру, это довольно долго, женскую натуру, ничего как-то… Причём очень много случаев, тот же Майоль, Матисс, Кандинский, какие-то такие вот, тот же Ван Гог, он достаточно поздно начал. Вот, но я думаю, что человек, он изначально уже был готов к этому. То есть в какой период он готов к этому, наверное, тогда это и происходит. Но важна именно это ещё сама подготовка, наверное, вот уже. А вот сегодня в контемпораре ходит, о контемпораре ходят слухи, дескать, ну, те, кто не умеют рисовать, те и занимаются контемпорией. Где-то отчасти это так и наблюдается. И мне кажется, эти люди, ну, скажем так, нивелируют идею контемпори, превращают это всё в цирк, балаган, эпатажную сферу, где можно всё, что угодно. А на мой, по моему убеждению, всё-таки без образования, хотят они или не хотят, вряд ли это получится делать качественно прежде всего. Качественно, да. Осознанно, прекрасно понимая, что ты делаешь, и владея, скажем так, теми средствами, которые даёт визуальное искусство. Согласны со мной? Где-то я согласен, да, что именно вот эта связь с архаикой какой-то некой, которая уже не приветствуется в современном искусстве, она существует ещё в нашем времени, в нашей стране, потому что есть заведения, которые основаны на традиции. Традиция слова такое, конечно, немножко непонятное, может быть, бывает, но всё-таки она тянется ещё с формированных, может быть, где-то в советское время ещё, да, каких-то учебных заведениях, но они же опирались тоже там на XIX век, ещё на какие-то там вещи, которые были созданы до этого. Но чем глубже ты понимаешь искусство вот изнутри, чем ты его ощущаешь лучше, и причём на практике, там, если ты проходишь какие-то этапы, ты понимаешь, что всё не просто так, как бы, всё не только сейчас. То есть оно всё замешано было уже очень давно, и очень много высказано, может быть, для кого-то, может быть, даже всё уже высказано, может быть, где-то оно и есть так, но нужно уже переосмысливать какие-то вещи со знанием дела. Именно когда ты это будешь чувствовать и в ремесле, и в понимании, когда ты максимально подойдёшь к какой-то истине в искусстве, я считаю. Когда вы учились в Академии, всё было не так гладко и просто. Первый курс, летняя практика, и вы получаете все двойки, потому что вы выставили вещи, скажем так, творческие, а этого не требовалось, после этого желание творить у вас пропало. Чем же вы занимались в Академии? Строго по программе? Нет, ну, начну с того, что желание не пропало, потому что я работал, ну, если так, грубо говоря, в стол, может быть, какие-то вещи делал для себя, там, собирал в папке, они до сих пор у меня есть, и какие-то многие не выставлены были ещё. Вот, но был период, когда я понял, что Академия, она всё-таки должна быть Академией. Хотелось после училища же идти каким-то самостоятельным, творческим путём, возможно, где-то был какой-то максимализм во многом. Но, да, произошёл момент, что меня там, я думаю, что многие поняли, но понимая, что дальше не стоит так идти, потому что если ты в Академии, ты должен быть в Академии всё-таки. Да, и считаться и с преподавателями, и с какими-то такими вещами. То есть я не жалею абсолютно, что я вот... Вот у меня не хотелось даже идти по Академским каким-то путям, ну, то есть именно учебным материалом от этим всем. Но я прошёл, и я понимаю, что это действительно должно было произойти со мной, потому что для меня это важно было. Именно общение даже и с преподавателем, и во многом даже именно с окружением студенческим, который до сих пор формирует новое, можно сказать, украинское искусство. То есть это те люди, которые именно в большинственном случае закончили Академию. Вы считаете, что всё-таки обучение – важный процесс, и самое главное, очень важно правильно его воспринимать. Не «абы как», «абы» тебе поставили там оценку, а всё-таки пройти его. Пройти, ну, пройдя ты... То есть путь, он такой какой-то непонятный. То есть ты проходишь там обучение какой-то год, два, три, четыре, пять, неважно. Ты через два-три года понимаешь только какие-то вещи, которые, допустим, тебе могут сказать на втором курсе или на первом курсе. Либо то, что ты увидел случайным взглядом, там, в музее зацепил, ты понимаешь это через пять-десять лет. То есть это не такой неподвластный процесс, который ты не можешь контролировать. То есть это... Наверное, обучение не заканчивается. Вот это правильно было сказано где-то, что ты набираешь опыт, и ты всё анализируешь уже с каким-то пройденным материалом, который... ну, с прошлым пройденным материалом. Хочу вернуться в контемпоральную среду, потому что при всех ваших формальных, около-контемпоральных поисках, это ваша среда обитания. Не кажется ли она вам несколько грубой, брутальной, циничной и даже хамской? Ну, где-то, где-то есть, наверное, и такие вещи, потому что среда, она не может быть отдельной от среды социальной. Потому что если есть в социуме такие вещи, то они немедленно же отражаются в искусстве. То есть, наверное, корни нужно искать именно в самом социуме, в нас самих. Что есть в нас самих, то есть в искусстве. То есть оно всё очень определяется и высказывается прямолинейно. То есть где-то это может быть слишком прямолинейно, это другое дело. Потому что мне важны вещи, которые более как-то скрыты, завуалированы, которым нужно искать какой-то ключ, ход. Ты можешь их не понимать, отрицать, но это загадка, она тебя должна как-то притягивать. Ну, вы очень вежливый молодой человек. Чего не скажешь о других коллегах ваших по этому цеху. И тем не менее, Антон, находите ли вы всегда общий язык с такой вот кислотной тусовкой, скажем так? Или же вы всё-таки её избегаете? Мне кажется, избегаете. Я не избегаю, потому что я в основном общаюсь с людьми, ну, как бы общаюсь с самим человеком. То есть мне интересно, если... Ну, то есть есть ряд художников, которые мне там, допустим, интересны. Я там не буду называть фамилии, просто вот... Это может быть из среды реализма, это может быть из среды абстракции, из социальной какой-то среды. То есть для меня это люди, которые... Ну, в целом, как люди, да, допустим, они интересны. И отчасти как художники. То есть и у меня там были и совместные проекты. То есть, в принципе, я довольно легко иду на контакт с теми людьми, которые вот интересны мне. Известно, что вы получаете стипендию, и в этом есть огромная заслуга Павла Гудимова. Вот расскажите и о человеке, который это делает, и о проекте, который якобы был, ну, уже он завершён, и тем не менее вы остаётесь стипендиатом. Ну, такой момент действительно произошёл в моей жизни. И, то есть, его организовал там, в частности, Павел Гудимов, который организовал программу «Генофонд». То есть это программа для молодых художников, которые нигде не выставлялись до этого, и стартовали буквально вот в Я-галерее, в этих залах предоставилась возможность сделать проект в течение года. То есть это была работа с куратором лично, вот как с Павлом Гудимовым. Это было около 10 человек. Были проекты и в Я-галерее, и во Львове, и в Днепропетровске. В Литве был проект, мы ездили. То есть это действительно была интересная программа, и была учреждена такая меценатская некая стипендия, которая, вот, в частности, вот есть человек Александр Каменец, которому я очень, конечно, благодарен, и я надеюсь на то, что это действительно какое-то взаимное такое уважение, ему интересно мое творчество, то есть он действительно собирает эти работы. Я был у него дома, у него действительно они висят на стенах, которые, к нему приходят там люди, они могут смотреть, и вот он всем рассказывает, что есть такой молодой автор. То есть это очень важно в наше время. Вот, и как дальше будет развиваться моя творческая жизнь, я, конечно, не знаю, но хотелось бы, конечно, поддерживать, в любом случае, там, закончится, не закончится стипендия, я все равно, конечно, буду поддерживать эти отношения с ним, с Александром Каменецым. Ну, как бы ни сложилось в вашей жизни, Антон, я так думаю, что вы не перестанете быть художником, с большой буквы, творцом, вы продолжите ваши поиски, и очень скоро мы сможем увидеть ваши новые проекты. Успехов вам, Антон. Спасибо, спасибо, Наталья. С вами была Наталья Сухолид и ТОП-100 современных украинских художников. Только в нашей программе все о реальном арт-пространстве и тех, кто создает славу и горность современного отечественного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok